Время пандемии не повод опускать руки, считает брещанка Светлана Шаманюк. Сегодня мастер сконцентрирована на выполнении заказа из бумажной лозы, предметом интерьера для большой кухни. Ажурные вазочки, хлебницы, подставочки – красиво и со вкусом. Работа эта очень кропотливая, но интересная. Это такой вид рукоделия, в котором заготовки нужно еще и сделать. То есть, если ты вяжешь, ты нитки купил и пошел вязать. А у нас нужно нарезать бумагу, нужно накрутить вот этих трубочек, потом их покрасить, посушить, и только потом уже начинается сам процесс плетения. А потом еще, когда работу сделал, сплел, нужно ее загрунтовать, может быть, какой-то еще где-то подкрасить, какие-то эффекты навести, ту же патину. А потом еще идет лакировка, то есть процесс немножко во время затратный, пока это все повысыхает, и только тогда будет работа готова. То есть за день эту работу не сделаешь от начала и до конца. Любовь к творчеству жила в сердце Светланы еще с детских времен. В жизни взрослой она стала постоянным хобби, которое может приносить заработок. Это важно, уверена мастер, ведь ты видишь не только результат, но и слышишь оценку со стороны о том, насколько это интересно и современно. Вообще я изначально, сколько себя помню, занимаюсь какой-то ручной работой, в разных видах мне это все интересно. Но как само вот плетение из бумажной лозы, оно так правильно называется, где-то, наверное, лет 5-6 вот я этим уже занимаюсь. Никогда раньше я его не встречала, не видела. Вот оно у нас только когда начало зарождаться, это все, я увидела у своей подруги плетеный поднос, она сплела в одноклассниках на сайте. Позвонила, говорю, покажи, как, что я тоже себе такое хочу. Но первая вещь была, которую я сплела, это был именно плетеный поднос. И все, дальше оно все вот так вот очень меня к себе привлекло, очень мне нравится это все. Светлана Шаманюк – представительница единственного в Беларуси профсоюза ремесленников, который успешно существует в нашем городе. И пусть людей сейчас в клубе не так много, мастера работают, фонтанируют новыми идеями. Всего около 60 человек объединяет в своих рядах организация. Она не только первая, она единственная в нашей стране, которая существует, которая действует и которая работает. Направлений очень много, различные направления. Ну, в принципе, у нас вот в клубе нашем видно, наверное, чем занимаются люди. Ремесленники – это золотой фонд нашей страны. Это те люди, которые сохраняют не только прошлое, а являются какой-то связующей ниточкой между прошлым и будущим. Поэтому огромное им спасибо и огромный им поклон. Ремесленники, состоящие в профсоюзе, имеют больше возможностей для реализации своего потенциала. Они не только презентуют себя на ведущих площадках города. Мастера активно принимают участие в выставках за рубежом, где их работы ценятся достаточно высоко. А еще в условиях пандемии они предлагают новые проекты, которые позволят любому человеку получить дополнительный заработок. Время у нас сейчас сложное, все это знают. И когда, знаете, рынок труда немножечко сужается, и все человеку труднее и труднее реализовать свои какие-то способности, мы буквально через месяц запускаем совершенно новый проект. Проект, который поможет людям осуществить свое право. Главное право человека – это право на труд. Мы открываем свободную мастерскую, где будет стоять самое современное, самое новое оборудование. И каждый человек может прийти в эту мастерскую и попробовать что-нибудь сделать. В последние несколько лет в Белоруссии ремесленная деятельность стала особенно популярной. Для этого есть все предпосылки. Достаточно простые условия постановки на учет, минимальное количество документов и относительно небольшая сумма уплачиваемого сбора. Сегодня это одна базовая величина в год. Согласно нормам указа, физические лица, осуществляющие ремесленную деятельность, вправе реализовывать изготовленные ими товары на ярмарках или в иных установленных соответствующими органами местах, в помещениях, используемых для их изготовления, с применением рекламы в сети интернет. Причем разрешены все способы доставки изделий ремесленника. Возможно также реализация изготовленных товаров на основании гражданско-правовых договоров, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Так что если ваше желание творить имеет реальное основание, то почему бы не сделать хобби одним из источников дохода? Всю информацию о законодательной стороне вопроса можно уточнить в налоговых органах либо обратившись в профсоюз ремесленников. Продолжение следует...